Поиски актёра В прошлый раз мы остановились на виноградниках или же в хозяйстве Серебряной Поляны, так как мы выполняли задания с нефтью, с баронессой и мы продолжим эти задания чуть попозже. Но сегодня у Джессики будет очень важное событие, это её самый первый переезд на новую конюшню из Морланда на винограднике. Сделать конюшню новым домом. Сделай конюшню своим домом. Ты уверен, что хочешь поменять свою домашнюю конюшню на новую? Отныне ты будешь приезжать сюда, когда будешь вызывать транспортировку, и здесь будет место для твоей лошади и твой склад. Стоимость 25 ска. Конечно, мы хотим сюда переехать. Я очень долго думала, переезжать всё-таки сюда или нет. Но как-то так пошло, что когда начались задания Джессики с виноградниками, у меня появилась очень сильная тяга, что Джессика должна жить именно здесь. Это, я считаю, самая подходящая пока что конюшня, куда она могла бы переехать. Также у нас были некие ивенты, которые Джессика застала там. Она смогла купить себе некие вещички и даже получить некого питомца мистер Усачо. У Джессики всё хорошо, у неё есть две лошадки, даже четыре лошадки. Мы купили на память одну английскую чистокровную первого поколения, даже, вернее сказать, полторашнего поколения. Началочка, Теннисиец и H&M Бельгиец. Меня один раз спросили, почему я не хочу купить ей ещё какую-нибудь лошадку, к примеру, выездковую, что Джессика заслуживает как бы большего, чем вот эти две лошади. Ведь эска у неё есть. Я не держу Джессику в неких ограничениях. Нет, я могу спокойно купить ей абсолютно любую лошадку, даже вот хоть французского селя, светло-серого в гречку. Просто не вижу в этом смысла на данный момент. Может быть, просто не появилось ещё желание. Или не появилась та самая лошадь, которую бы я безумно хотела бы купить Джессике. Но, возможно, если выйдут альденбургские, вестфальские, галштинские, вот там, может быть, я кого-нибудь себе и найду. Вернее, не себе, а Джессике. Из одежды хочу прикупить кофточку. Одну, которую недавно добавили. Джорвик Скул. Даже нет, Джорвик Морланд. 2011, если я не ошибаюсь. Я могу её купить за шиллинги, но я куплю её за старкоинсы, так как Джессик у нас лайфник. Не знаю, стоит ли покупать штанишки. Вообще, они прикольные. Они подходят. Давайте сразу ещё штанцы купим. А вот кедики, наверное, брать не будем. Что ещё добавили у нас? Штаны, ботинки, рубашки. Это уже более старые сеты пошли. Ну, точнее, не более старые, но они немножечко постарше, чем те, что добавили сейчас. Так, я не знаю, стоит ли ей покупать вот этот вот пиджак. У неё уже есть пиджак чёрненький. Наверное, думаю, не стоит. Давайте примерим то, что мы только что купили. Ну да, кстати, свитер ей очень сильно подходит. Джорфик 2011 Морланд. То есть, игрушка 2011 года. Насколько я помню. Уже столько лет она существует. И столько раз уже менялась. Что ещё можно купить Джессике? Я достаточно давно не анализировала магазин на этом аккаунте. Поэтому так сходу вспомнить, что я хотела ей купить, я уже и не помню. Может быть, кстати, недоуздок какой-то. Но, наверное, это уже будет покупка с новой лошадью. Вестернские вайтрапы, сёдлы ей. Ничего этого не надо. Так, это у нас что? Шалфейное седло Жакея. Ну, кстати, может быть. Это вот к этому комплекту. Да, к вот этому зелёному комплекту. Знаете, а мне нравится. Может быть, его купить? У Джессики. Если у меня память не изменяет комплектов не так много. Так, это у нас одежда. Это форма организации. Да, Джессика неофициально является у меня ещё и участником конноспортивной организации. Она иногда выручает меня тем, что я на неё захожу с планшета или с телефона. И там, где нужно делать подзапись. То есть, либо запись езды, финиша, правильности маршрута. Вот иногда Джессика мне в этом помогает. Ну, иногда ещё и другие доп. аккаунты. Так, у нас, не считая вот этих вот, не вот этого седла и воздечки, у нас два конкурных сета. А выисковых вообще ни одного. Один. А какой на тебе выисковый сет? Лавандовых Гориоз. Это, по-моему, со дня рождения. И всё, и больше ничего нету. Что тебе купить? Наверное, надо. Так, давайте посмотрим. Чёрного цвета. Амуниция. Выисковый. Можно, в принципе, ещё один какой-нибудь сет взять. Ну, и давайте возьмём вот этот конкурный. Он мне очень сильно нравится. Достаточно симпатично они смотрятся. Теннисиец у нас не может носить эти нагавки. Это очень грустненько и очень обидненько. Так, также хочу взять... А мы уже купили? А мы, наверное, уже купили уздечка здесь была. Одна такая. Да, вот эта уздечка, мы её уже успели купить. А, ну, в принципе, давайте ещё и седло купим. Оно же с серебряными стременами. Да, давайте его сразу купим, чтобы был хотя бы какой-то сет. Эти вальтрапы, прелестники, носить их тоже не может. Колокольчики мы тоже носить не можем. Нагавок, мне кажется, у нас предостаточно. Ну, кстати, можем вот такую ещё выездку в вальтрап взять. А что ещё вообще по серому цвету есть? Так, ну, а всё, кстати. Больше ничего такого из доступного у нас и нету. Ну, здесь, чтобы купить, надо торговый центр города Юрвик. Подарок в благодарность от нас объект. Это за задание. А этот? А, это надо выполнить задание, мы его не выполняли. Ну что ж, ладно тогда, получается. Давай возьмём вот этот вот вальтрап. И его, наверное, уже возьмём за шиллинги, чтобы всё-таки эскать немножечко сэкономить. Ну и чтобы покрасоваться вообще, где вот эта вот уздечка. А вот она, вот эта уздечка. У нас получается раз сет, два сет. Ну, мы давайте кататься будем вот в этом новоконкурном. Вальтрап возьмём... Ой, куда это я? Это я на задание нажала. Вальтрапик мы возьмём конкурный. У нас есть конкурный вальтрап? У нас ничего нет на этом аккаунте. Так как мы проходим на нём задание под запись. И очень редко на него что-то покупается без видео, без записи. Ну, давай просто возьмём нежно-кремовый вальтрап. Потому что под конкурное седло одевать и выездковый вальтрап я не особо хочу. Ну что, симпатично смотрится. Мне очень сильно нравится. Так, также хочу поменять немножечко Джессики прическу и макияж. Я уже успела забыть, что у неё есть в шкафу. А есть у нас базовая. Базовый макияж, который мы выбирали. Потом тот, что сейчас на ней. И вот эти стрелки, которые мы купили на дне открытых дверей. На конном, точнее, фестивале. На площадке Морландо. Очень мне нравится прическа. И, насколько я помню, да. Я купила ей ещё прическу. Тоже на конном фестивале. Вот этот собранный пучок. Который суперспортивный. Мне очень нравится, как теперь выглядит Джессик. Она, знаете, потихоньку как будто бы даже взрослеет, что ли. Но красота. Ей очень идёт этот пучок. И этот макияж. Не знаю, правда, сейчас хочу ли я, чтобы она каталась с этим макияжем или нет. Наверное, я хочу переделать прическу на вот эту боковую. Потому что с вот этой прямой она какая-то, ну, как будто бы более помладше, что ли, становится. Или же вообще хвостик ей сделать. Это вообще её самая первая прическа. Ой, какая поломанная. Хвостик поломанный, нет? Показалось? По-моему, показалось. Может, вот эту-то сделать? Вообще, ей идут все эти прически. Давайте, наверное, с хвостиком побегаем. А то она то распущенная, то не распущенная. Так, у нас также нет ухода на конюшне. Но пока что с таким количеством лошадей я не думаю, что нам стоит его покупать. А постоянно заходить в меня не получается. Ну что ж, я думаю, это всё, что связано именно с её личным... Апгрейдом. Апгрейдом. Изменением. Я хочу, чтобы ты поехала к господину Кэмпбеллу и рассказала, что я, баронесса Серебряной Поляны, отплачу ему за его деяние и испорчу его сделки во всём мире, если он немедленно не остановит бурение на поле Эвернинг. Поговорите с господином Кэмпбеллом. Кэмпбеллт. Ты опять мне угрожаешь? Ох, ты зловещая маленькая сопливая девчонка. Ты выиграла в этот раз. Опять. Но только временно. Я знаю, что это был промах с серийными номерами, но я не могу позволить баронессе разрушить слухи обо мне. Так что скажи, что я делаю перерыв в бурении, пока я не улажу все. Ты на самом деле очень раздражающая. Слухи обо мне могут быть разрушены только из-за того, что такая сопливая девчонка, как ты, играет в детектива. Никому не удавалось меня обмануть. Ты сделала это два раза. Что у нас здесь? Но мы встретились снова. Честно говоря, я не очень рад видеть тебя. Ты действительно разрушила мои планы сравнять конюшню с землей и построить роскошные апартаменты. Если бы ты знала, сколько денег я потеряла за тебя. Ты разрушишь еще что-нибудь для меня. Я буду добывать нефть и ничто меня не остановит. После этого диалога возвращаемся к баронессе и докладываем ей о разговоре с мистером Кэмпбеллом. Он стал бешеным. Я могу себе это представить. Я хотела бы быть там, чтобы увидеть это самой. Я могу слышать, как буровики затихли. Хорошо поработала молодая барышня. Ты уберегла меня от головной боли и, наверное, сэкономила мои деньги. На этом задания, связанные с бурением нефти, закончены. Так что можно найти другое себе занятие. Здесь начинается еще и некая сюжетная часть, но к ней мы перейдем чуть позже. Предлагаю пока что взять задание, которое начинается именно в хозяйстве. А связана она с кино. Кентер Элла. Фильм. Сегодня актерские пробы. Обращаться к Талии на конном манеже в конном центре Серебряной Поляны. Конный манеж находится вниз по дороге на правой стороне. Если ориентироваться по карте, то западнее хозяйство. Несмотря на то, что прокачка Джетики идет очень медленно, достаточно сложно уследить за последовательностью миссий. К примеру, раньше мы знакомились с Талией в Ярлхейме. А сейчас мы можем узнать ее поближе, уже около манежа. И очень сложно запутаться в выполнении порядка этих миссий. Так что если ты уже умудрился выполнить данное задание чуть раньше, то не расстраивайся. После такого количества обновлений порядок уже становится неважен. Слухи верны. Кентер Элла, самый популярный комикс на Юрвике, станет потрясающим фильмом. А я, Талия, лучший в мире режиссер по подбору актеров, прочесываю все конюшни, чтобы найти звезду для фильма. Харизма, атлетичность, привлекательность, достоинство, роль, для которой я ищу актера, просто гарантированно получит Оскар. Да-да, я ищу лошадь-суперзвезду, которая сыграет Тин Третто, бесстрашного боевого коня Контереллы. Тебе хотелось бы стать частью истории кинематографа? У меня есть идеальная роль для тебя. Роль, для которой ты была рождена, милочка. Ты можешь стать моим новым ассистентом номер три. Для начала собери анкеты для кастинга у нескольких кандидатов, которые пришли в последнюю минуту. Может, у одного из них будет тот талант суперзвезды, который мы ищем. Тантор Аплевен царапал своими на анкете. Судя по всему, ее новую лошадь зовут Яронину. Лили Бонс и лошадь исландской кобылы по кличке Франфаксов. Там такое название трудновыговариваемое. И текст исчезает очень быстро. Этот человек, наверное, врач или адвокат в реальной жизни. Почерк разобрать невозможно. Давай-ка взглянем на эти анкеты. Ворона и исландская красавица? Не самый очевидный выбор, но у нее есть звездный потенциал. А кто этот симпатичный лепецанер? Черный, как смоль. Он точно может стать любимцем женской публики. И, наконец, у нас здесь... Белые Уэльские пони? Они вообще объявления о кастинге читали? Лили Бонс и Тан? Это сценические псевдонимы жеребцов? Ах, это наездницы! Передай им, что Великая Талия сейчас посмотрит на их лошадей. Не удивительно, что нас пригласили. Как и Кентер Элла, девочки из клуба Бобкот, настоящие примеры справедливости и великодушия. Вполне естественно, что одна из наших лошадей должна играть Тинторетта. Если бы лошадь Лоретты была вороной, то точно бы оказалась в свете прожекторов. Хоть я этого и не достойна, я не могу подвезти Бобкот. Пожелай мне удачи. Правда, они хотят увидеть нас? Хей-оу, вот это круто! Если честно, я подала анкету только потому, что девочки из Бобкот кого-то посылали. И я знала, что Лоретта будет вне себя, если узнать, что у нее был шанс проиграть Бульдогу. Бульдоги! Гав-гав! Хей-хоу! Давайте сделаем это! Ассистентам не разрешается присутствовать во время проб, поэтому тебе придется подождать снаружи. Посмотрим, сможет ли одна из этих лошадей стать нашим Тинторетта. Десять минут спустя. Судя по всему, лошадь отчего-то испугалась и убежала из манежа. Следующим выступает исландская кобылка. Десять минут спустя. Возможно, у них что-то не получилось, и в итоге пробы провалились. Ужас от алюр до убранства. Все было не так. Даже в Великой Италии не под силу научить их быть как Тинторетта. Даже не знаю, зачем мы вообще устраиваем пробы, когда и так очевидно, что никакая лошадь не может сравниться с прекрасным конем, которого я видела на пляже. Я гуляла по форту Пинта, выбирая место для натуральных съемок. Когда увидела его. Истинное черное великолепие. Как будто сам Тинторетта проскакал из комиксов прямо в мое сердце. Мне необходима эта лошадь для фильма. Ассистент номер три. Новое распоряжение. Забудь о других кандидатах. Ты должна найти того великолепного вороного коня. Кажется, с ним была девушка. Бросай все и сейчас же отправляйся к форту Пинта. Проще будет отправиться от домашней конюшни. Ассистент номер. Пите, пить, пить... ПОТПИ! ПИС-ПИ! ПОТПИ! ПОТПИ! ПРОТПИ! ТИНОВИТ plenty! Тебе прислали те сумасшедшие киношники? Дай догадаюсь, они хотят, чтобы твой покорный слуга играл коварного герцога Арлекина. Это роль, для которой я был рожден. Главный враг Кент Реалы и известный сердцеед. Погоди, пока я скажу Алексу, что буду кинозвездой. О, ты ищешь девушку с лошадью? Ну, у нас их тут полно. А ты и хрустальная диадема на самом виду, так сказать. Но шутки в сторону. Кажется, я знаю, о ком ты говоришь. Определенно есть одна девушка и у нее определенно есть лошадь. Я на 65% уверен, что девушка тут недавно и она любит днем ездить по пляжу. Не помню, как ее зовут, но лошадь у нее просто потрясающая. А вместе они настоящая команда. Думаю, тебе стоит спуститься на пляж, поговорить с парой человек. Может, они знают, где ее можно найти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ола! Ты тоже приехала отдохнуть на пляже? Что? Ты хочешь узнать о моей лошади? Я буду рада тебе представить. Это Сирио. Он Лузитана. И он мой лучший друг. Мы только что прибыли из Португалии. Дома мы часто участвовали в соревнованиях по рабочей выездке. У вас тут есть такое на Юрвике? Это по-настоящему уникальная традиция. Представь себе маршрут по пересеченной местности, на котором нужно открывать ворота, работать с горочей и выполнять элементы выездки. Только такая подвижная и послушная лошадь, как Лузитана, может научиться все это делать. Надеюсь, когда-нибудь ты сама сможешь попробовать. Почему ты спрашиваешь о Сирио? Они снимают фильм и хотят, чтобы Сирио сыграл коня главного героя? Потрясающе! Он ведь такой красавец, правда? Да. Сирио. Может и красавец, но прежде всего он трудолюбивый конь. Мы с ним подрабатываем на местных фермах, чтобы покрыть расходы на путешествия. Кстати, я опаздываю на свою смену на ферме Стива. Если хочешь присоединиться, мы сможем еще поговорить о Сирио и о твоей просьбе. Так как ферма Стива находится относительно недалеко, мы можем доехать туда своим ходом. Сирио. Сирио. Кола, ты пришла? Я рада. Трудно бывает познакомиться с новыми людьми, когда весь день только и делаешь, что работаешь или тренируешься. Сирио. Надеюсь, мы с тобой сможем стать друзьями. Лазетаны подвижные, умные и сильные. Просто идеальные рабочие лошади. Они гордость Португалии. Правда, Сирио? Как бы то ни было, я поговорила со Стивом, и он сказал, что сегодня на ферме для меня нет работы, но Ландону на полях Эвернинт пригодилась бы помощь со стадом овец. Джессика, хочешь присоединиться ко мне с Сирио? Мне очень нравится Юрвик. Мы из Португалии, поэтому тут все гораздо более северное, чем мы привыкли. Но все равно очень красиво. Наверное, можно подумать, что я без ума от своей лошади. Но это так и есть. Это просто замечательный конь. Настоящий PSL, то есть Пура, Санку и Лузитану. Лузитана – одна из древнейших пород верховых лошадей. Ты знала, что вообще большинство европейских полукровных пород было выведено, чтобы они были упражненными лошадьми? Сирио не так-то просто управлять. Он очень чувствителен. Так что, если не очень разбираешься и в езде, может лучше выбрать породу попроще. Вообще, все это довольно забавно. Лузитанскую породу очень часто используют на съемках фильмов. Многие лошади в известных фильмах на самом деле лузитана. Лондон выглядит обеспокоенным. Надеюсь, все в порядке. Лусиана и Сирио, вы как раз та парочка, которая мне нужна. Смотрю, ты и подругу привела. Привет, Джессика. Стив сказал, что у вас со стадом овец какие-то проблемы. Как мы можем помочь? У нас тут был ужасный переполох. Волк, представляешь? Наверное, забрел сюда и сфер гроув. Он моим крошкам ничего не сделал, но они все страшно перепугались. Я все утро потратила, чтобы пригнать их домой. Думаю, что ни одна овца не пропала, но кажется, что-то не так. Бедный Лондон. Нужно посмотреть, что мы можем сделать, чтобы помочь ему. Мы с Сирио сделаем все, что в наших силах. Просто скажите, что делать. Если бы вы помогли мне их пересчитать, то я бы успокоился, а то к старости у меня мозги уже не те. Конечно, Лондон. Джессика, ты тоже пересчитай, чтобы уж точно проверить. Просто нужно проехаться и пересчитать овечек. Это было весело. Сколько ты насчитала? Я насчитала семь. У тебя столько же получилось, Джессика? Угу. О нет, так не пойдет. Одной не хватает. Моя драгоценная овечка. Этого не может быть. Успокойся, Лондон. Успокойся. Дай-ка я посмотрю, какая пропала. О нет, только не Солер. Она самая маленькая из всего стада. Что если волк вернется? Девочки, вы должны помочь мне найти ее. Конечно, мы вас не подведем. Бедный Лондон, нужно найти потерявшуюся овечку и вернуть ее в стадо. Где вы в последний раз видели Солер? После этого переполоха большая часть стада побежала к тому лесу на востоке. Они там укрываются во время бурь. Наверное, они там чувствуют себя в безопасности. Думаю, поиски нужно начать там. Значит, там мы и начнем искать. У Солера очень нежный голосок. Если вы его услышите, то узнаете, что это она. Быстрее, Сирио. Джессика, следуй за мной. Продолжение следует... Вот она, бедняжка Солер. Она запуталась в кустарнике. Вот бедняжка. Давай вместе попробуем ее вытащить. Осторожно, по моей команде. Всего нужно потянуть три раза. Ур, бедняжечка. Иди сюда, милая Солер. Мы отведем тебя обратно к стад... Ур, бедняжечка. Иди сюда, милая Солер. Мы отведем тебя обратно в стадо. Отличная работа, Джессика. Кто знает, что могло бы случиться, если бы мы не нашли ее вовремя. Давай отведем эту милую малышку обратно к Лондону. Он так обрадуется, когда узнает, что Солер в безопасности. Здесь важно не отставать. Ведь если ты отстанешь от Солер, она остановится. Солер в безопасности. Иди сюда, иди сюда! В игрушке существует данный баг, что после того, как мы доводим Солер до Лондона, Лусиана не дает нам завершить задание. И как бы ты ни ходил вокруг и ни тыкал на нее, она все равно с тобой не заговорит. К сожалению, и самое обидное, что этому багу действительно уже несколько лет, и его до сих пор не починили. Единственный способ пройти это задание, перезайти в игру, выполнить еще раз задание с отведением овечки к Лондону, и после этого Лусиана позволит сдать данное задание. Так что я быстро перехожу, так что я быстро перезахожу, выполняю задание еще раз, и уже продолжаю говорить с Лусианой. Так, вот перезашли, выполнили еще раз это задание, и продолжаем. Для моего Сири это просто легкотня. Солер! Мяя малышка, прости, что я не заметила, что ты пропала, но я знаю, как я могу перед тобой извиниться. Как насчет целого ведра минерального корма для тебя сегодня вечером? Спасибо вам огромное! Лусиана и Сирио, и тебе тоже, Джессика! На самом деле, это Сирио сделал всю работу, без него я бы просто потерялась. Он замечательный конь, твой Сирио. Как ты назвала его по роду? Лусиитаня? Лузитана. Радость и гордость Португалии. Лондон, если ты решишь пасти Скотт верхом, то более верного друга, чем Лусиитана, тебе не найти. Я не забыла, почему ты пришла ко мне, Джессика. Насчет фильма. Между работой и тренировками у нас мало времени на всякое баловство. Но этот фильм... Кентерелла, да? Это популярно на Юрвике? Если, снявшись в этом фильме, Сирио поможет всем больше узнать о Лусиитана, то разве могу отказаться? Но только если они примут во внимание наш плотный график. Нужды фермеров у нас на первом месте. Но хватит о работе. Как насчет гонок, Джессика? Кто последний прискачет к конному манежу, покупает паштель Дената. Ты их не пробовала? О, Джессика, тебе обязательно надо попробовать. Но сначала гонка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима отлично скакала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Вообще-то я надеюсь, что ты вернёшься и поможешь нам с фильмом, когда мы начнём съёмки. Возьми одну из этих курток съёмочная группа, чтобы всё было официально. Итак, у нас есть Тинторетта, теперь нам нужно найти актрису, способную сыграть саму Кентреллу. Она должна быть изящной, атлетичной, очаровательной и, конечно же, харизматичной. Но кому на Юрвике такое бы удалось, кроме... меня, великолепной талии? Конечно, я должна сыграть Кентреллу. Мне нужно сейчас же пойти в пурпурный пони и купить одну из тех милых шляп. На этом задание, связанное с кинематографом и Лузитана Сириус, закончено. Думаю, в следующий раз нужно как раз-таки заявиться в торговый центр и посмотреть, в какой же всё-таки магазин отправилась Талия. Ну а на этом всё, и данное прохождение подошло к концу. Оно вышло очень долгим, но зато вы увидели, где теперь живёт Джессика, какая прическа на ней будет все последующие несколько выпусков. Ну и также немножечко обновили гардеробчик. Так что на этом всё, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова